Дорожные истории Дорожные истории Дорожные истории В Москве активисты движения СтопХам стали очевидцами драки случайного прохожего и водителя «Газели». До конфликта довело то, что шофер припарковался посреди улицы. Из-за него образовалась пробка. Троллейбусы не могли объехать грузовик. В результате встал весь маршрут. Вскоре приехали автоинспекторы, а затем появился и долгожданный виновник происшествия. Водитель «Газели» повел себя агрессивно. Он стал угрожать и попытался завязать драку с очевидцами. Заварушку увидел прохожий и решил разобраться, в чем дело. Буян не успокаивался и продолжал скандалить. Он обидел пешехода, за что немедленно поплатился. Прохожий начал бороться с водителем. Молодые люди друг другу не уступали, а через минуту устали и разошлись. На этом шофер грузовика успокоился. Правда, перед тем, как уехать, ему пришлось натерпеться обиды и от водителей троллейбусов. Амурская область, Белогорск. Угонщик иномарки оказывает ожесточенное сопротивление инспекторам ДПС. Автомобиль окружен полицией, но водитель не оставляет попыток вырваться. Он таранит патрульную машину. Полицейские начинают штурмовать иномарку. Двери заблокированы. Патрульные пытаются разбить боковое стекло и проникнуть в салон. Неожиданно иномарка сбивает двух инспекторов ДПС. Затем нарушитель снова пытается прорваться через отцепление. Агония нарушителя заканчивается. Полицейские открывают дверцу и вытаскивают молодого человека из салона. Дебошира тут же укладывают лицом на капот патрульной машины. Угнанную иномарку вернут хозяину. Задержанного, скорее всего, отправят прямиком под стражу. Федеральная трасса М-5. Водитель автомобиля с регистратором останавливается на повороте, чтобы уступить дорогу большегрузным машинам. Неожиданно один из грузовиков опрокидывается. Опа! Он снимал, снял на видео. Из мусоровоза выпадают тонны металлического лома, что он вез. Еще немного, и грузовик мог опрокинуться на автомобиль с регистратором. Но водитель остановился на безопасном расстоянии, благодаря чему избежал неприятностей. Киров. Иногда водители не хотят уступать пешеходам. Даже когда те уже идут через дорогу. Один из таких торопык едет на серебристой ладе. Но ему попадается прохожий, который готов за себя постоять. Пешеход разозлился и ударил кулаком по машине. Водитель понимает, за что получила плюху. Поэтому решает не спорить. Вон, не остановите семерку, к вам едет. Шестерка. Шестерка. В центре Кирова патрульный экипаж ДПС преследовал ВАЗ шестой модели. Водитель проигнорировал требования об остановке. Затем прибавил скорость и начал уходить от преследования. Машина не подчиняется. Шестерка. Машина не подчиняется. Едем по Ленину. Все красные забираем. Лихач выжимал из «Жигулей» все, на что они были способны. Мчался вперед и не обращал внимания на запрещающие сигналы светофоров. На одном из перекрестков шестерка не вписалась в поворот. Автомобиль занесло, и он врезался в бордюр. На ходу из машины выскочили двое молодых людей. Один из инспекторов ДПС погнался за нарушителями. Неуправляемая легковожка покатилась назад. По Ленину, сторону Орловского, шестерка, восемь, пять, семь. Ё-й-м, третий. Раз, пять, пять, пять. Водитель патрульного автомобиля избежал столкновения. Затем вышел из машины и поставил «Жигули» на ручник. Орловская, преследуй, бегу за ними. Запад, наряд, Ленина, Орловского. Машину пока рули. Через несколько секунд автоинспектор на машине догнал напарника. Полицейский задержал одного нарушителя. Второму удалось скрыться. Водитель убежал. И все же погоня завершилась в пользу инспекторов ДПС. Оказалось, нарушитель управлял автомобилем в нетрезвом виде. Водитель прошел экспертизу на алкоголь. Результат был положительным. Несколько дней он провел в камере под арестом. Машина стоит сейчас, Ленина, она низкая, это же стелка. Далее в выпуске. Поездка на капоте с огромной скоростью. 150! Чудо, что рекордсмен не упал. Роковая фура. Водителя джипа от смерти отделяли секунды. Женский переполох. Автовладелица закатила грандиозную истерику в патрульной машине. И другие видеосъемки с российских просторов. 150! У-у-у! Да не, выключи музыку. Под Санкт-Петербургом нетрезвый молодой человек без подготовки несколько раз повторил трюк профессиональных каскадеров. Уровень адреналина в крови зашкаливала не только у него. У всех участников и свидетелей опасного шоу. Ой, фу-у-у! Антон, нормально? Нет! Сначала компания молодежи отдыхала на берегу загородного озера. Но этого показалось мало. В компании тут же нашлись любители авантюр, которые поддержали опасную затею. Водителю Ауди тоже оказалось интересно поучаствовать в трюке. На трассе изредка попадались встречные машины. Из них ни одной полицейской рискованным молодым людям не повстречалось. Да не, выключи музыку. ВЫСТРЕЛ 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 Рекордная скорость, до которой водитель в конце концов разогнал старенькую иномарку, была 150 километров в час. Машина с человеком на капоте проходила опасные повороты и резко тормозила. В общем, всё было как в кино. А травмы могли получить настоящие. Повторять не стоит. ВЫСТРЕЛ 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 Тверская область. Трасса М-10. Водитель Аки притормаживает для поворота. За ним мчатся фуры. Одна из них пролетает вплотную с малолитражкой. Другой грузовик уходит на встречную полосу. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Фура ударяет встречный внедорожник. В результате аварии Лексус искорёжен. По крайней мере, никто из людей не пострадал. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Москва. Автомобиль с регистратором выезжает со второстепенной дороги на основную магистраль. Трассу в неположенном месте пытается перебежать пешеход. Серебристая иномарка останавливается и пропускает мужчину. Он спешит, но смотрит в другую сторону. Внезапно из-за притормозившего автомобиля вылетает белая легковушка. И вскользь пьёт невнимательного пешехода. К счастью, удар не сильный. Мужчина встаёт самостоятельно. Он идёт к автомобилю и высказывает свои претензии водителю. Хотя грешить нужно на свою невнимательность. Новокузнецк. Программа по утилизации старых машин в действии. Среди кучи разбитых автомобилей лишь один всё ещё на ходу. Именно с его помощью работники свалки и сортируют неподвижный автохлам. Так надо подровнять её. Таким нехитрым способом рабочие обходятся без специального погрузчика. А прессовать старые легковушки они, наверное, будут с помощью двух грузовиков. Красногорск. Скутерист разгоняется. Но у него возникают проблемы. Мопед начинает вырываться из-под седока, как дикий мустанг. Моторадео заканчивается аварией с автомобилем. В мопеде всего-то пара-тройка лошадиных сил. Наверное, скутерист каши мало ел. Музыка В Уфе нетрезвая нарушительница Устроила инспекторам ДПС истерику прямо в патрульной машине Внимание полицейских привлек автомобиль, который двигался с выключенными фарами Когда они остановили легковушку, выяснилось, что девушка-водитель пьяна Ее припроводили в машину ДПС для составления административного протокола Однако дамочка начала вести себя неадекватно А началось все с того, что девушка стала уговаривать полицейских отпустить ее И не привлекать к ответственности Она очень боялась наказания от своей сестры Водительских прав, техпаспорта и страховки при себе у дамочки не оказалось Полицейские решили доехать до сестры Альбины, у которой якобы были все документы на руках Но когда они услышали откровения нарушительницы, то были просто шокированы Так она меня попросила, и вот все В водительской где? Да водительской мне, я же сказала ему, что нету Она вот попросила Жизни никогда не было? Вы же сказали, посмотри Да нету Вообще никогда не было? Никогда Но присутствие родственницы не охладило темперамент девушки Альбина по-прежнему билась в истерике и не хотела никого слушать А после Альбина начала крушить салон патрульного автомобиля Инспекторы ДПС как могли пытались успокоить дебоширку Для дальнейшего разбирательства нарушительницу доставили В отделение полиции Кроме выплаты крупного штрафа Дамочке предстояло возместить и стоимость поврежденного оборудования Решить вопрос с помощью истерики Это была не самая удачная идея Альбины В финале выпуска Сонное царство Виновник крепко заснул на месте ДТП Опасный перекресток Пешеходы избили водителя И смех, и слезы Реально у всех стоя расстегнуты Автоинспекторы задержали веселую компанию В Хабаровске из-за пьяного водителя Произошло двойное ДТП Сначала автомобиль нарушителя врезался в белый седан Затем от удара вылетел на встречную полосу И столкнулся с легковой Тойотой Иномарка с видеорегистратором перевернулась После аварии виновник поспешил скрыться во дворах Беглеца остановили очевидцы Резво убегал Убегал вообще очень резво Я штаны его даже поправлял Где парни? Пойманный водитель лег на обочину дороги И моментально заснул На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарные Пассажирку Тойоты со сломанной ногой сразу же увезли в больницу Помощь врачей понадобилась и самому нарушителю Правда, лишь для того, чтобы привести его в чувство После непродолжительного сопротивления Пьяный водитель пришел в себя Мужчину подняли на ноги и сопроводили до патрульной машины Документов с собой у нарушителя не оказалось Его личность пришлось устанавливать в отделе полиции Впоследствии выяснилось, что накануне происшествия Мужчина выпивал со своей женой Затем произошла семейная ссора Пьяный автолюбитель решил сесть за руль и покататься по городу А в итоге разбил три автомобиля Пострадали люди К счастью, обошлось без жертв Москва Камера видеонаблюдения, установленная на третьем транспортном кольце Зафиксировала нелепую аварию Водитель темного автомобиля проехал свой поворот Включив аварийную сигнализацию Он начинает движение задним ходом, чтобы добраться до нужного съезда Трафик относительно свободен На дороге появляются темные Жигули четвертой модели Водитель, не снижая скорости, со всего маху влетает в легковушку Владелец автомобиля, двигавшегося назад, конечно, нарушил правила Но о чем думал водитель летящей четверки, непонятно В Саратов На перекрестке происходит что-то неладное Ауди остановилась на повороте В нее садится водитель Внезапно к машине подбегают двое прохожих И начинают избивать автовладельца и пассажира В салоне некуда спрятаться от ударов Люди выбираются из легковушки Один из напавших так разгорячен, что едва не попадает под машину Потасовка продолжается на проезжей части Ну тут беспредел Так они не найдут общий язык Видимо, драчуны понимают это и, наконец, расходятся Слово за слово и, казалось, их уже не остановить Новогодняя ночь Хозяин иномарки оставил видеорегистратор включенным И правильно сделал После 12 часов двор буквально взрывается от фейерверков Залпы гремят один за другим Грохот стоит такой, что срабатывают сигнализации у всех припаркованных машин В какой-то момент блок с фейерверками падает на землю И праздничный салют летит в автомобиле Несколько ракет попадают и в иномарку с видеорегистратором К счастью, пожара удается избежать Но вот мелкие вмятины зафиксированы сразу на нескольких машинах В Кирове водитель легковушки устроил гонку с полицейскими Его пытались остановить за превышение скорости Но лихач как нарочно прибавил газ и попытался скрыться Подозреваемый не глядя пролетал перекрестки А некоторые даже по встречной полосе В любой момент он мог кого-нибудь протаранить Свернула Воровского в сторону Свернула Воровского в сторону Лихачу не удалось оторваться за счет скорости Он попытался запутать полицейских И стал поворачивать с одной улицы на другую Горожане были в опасности Лихач проезжал в сантиметрах от встречных автомобилей И чуть было не сбил пешехода Лихач осознал, что на машине ему не уйти Он даже попытался на ходу выпрыгнуть из салона Но прыгать было уже поздно Полицейские перекрыли улицу Наконец злоумышленника задержали А вместе с ним пассажиров Которые были в нетрезвом состоянии Сколько у вас в машине доехалось? Человек восемь, наверное, да? Четверо нас было В чем водитель не остановился? Откуда я знаю, я спал Все спали, что ли, да? То есть тут такой кипиш Я пьяный, я спал Задержанные были не только пьяны Их объединяла еще одна странная особенность Она касалась одежды Хорошо отдохнули, да? Очень хорошо Реально у всех штаны расстегнуты У водителя тоже, кстати Водитель, кстати, не мог связать и двух слов Но многое стало ясно Когда он показал всем, что думает о происходящем Молодые люди признались, что выпили целый ящик пива Видимо, поэтому им и пришлось ослабить пояса Животы раздулись Скажи, мама, я живой Мама, я бухой Любителей пива Отправили в отдел полиции Водителю пришлось заплатить штраф Оказалось, он уже не первый раз Попадал с автоинспектором В таком виде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова